Привет, Жиза! Перед вами Федор Маслов, автор YouTube канала про футбол. Футбол в аналитике и в развлекательном формате Мочи Анализ. А это Артем Нечаев, почти что главный фифер на Руси, но с конца, конечно. Ну, естественно. Это Жиза. Три блока, первый блок. Три блока, потом нижний. Три блока, сигарет. Спасибо. Артист номер один. Почему весной 2018 года мне захотелось снова посмотреть клип и послушать их? Скорблю. Написал твой кумир, кстати. Так, значит, группа, которая сдохла уже. Давай дальше, наверное, да? Это этот, Линкен Парк. Честер Беннингтон. Но при этом послушать их скорблю. Скорбит по Честеру. По Честеру, да. Наверное, Честер Беннингтон и, скорее всего, песня Намба. Ну, это наше предположение, но мы идем дальше. Но если мы не правы и сейчас скажем, мы уверены, у тебя 50 тысяч снимают со счета. То есть у меня будет минус 48. Как приятно писать шутки заранее, да, и приходить подготовленным. Жаль, мы этого не сделали. Пацаны, кто знает, помирился рыжий чувак из начала видео со своей тёлкой. А, из начала видео. Я сначала подумал, что это Иванушки, и как раз все сходилось. Нет, ну это, смотри, рыжий какой-то чувак из начала видео. Слушай, я не помню ни одного клипа Линкен Парк. Я про Линкен Парк с тобой просто говорю уже. А есть какой-то, ну, общий зачет всех ваших гостей и, типа, мы охуенные самые? Уже. Уже есть такое, да? А кто на первом месте? Телеканал Мёд. Телеканал Мёд, да. Телеканал Мёд. Что за название? Мёд, сметана, жеза, бля. Вот мочи анализ, гениально же. Ссылка внизу в описании. Да. У меня такая куртка была в 11 лет. Написала Анастасия Шуклына. Ну, это её проблемы. Слушай, пока по клипу очень сложно. Ну, как минимум, мы знаем, что вот эта баба в комментариях старше 11. И, скорее всего, ей уже 15-16. Почему? Ну, потому что уже была у неё куртка такая в 11 лет. Ну, неделю назад ей, может, было 11. Может быть. Ух, как бесит мудак слева в центре. Это группа центра. Может быть, это линия обороны, Челси, и слева в центре там Рудигер какой-нибудь. Мы знаем в футболе всё. Ссылки внизу в описании. Который на 2-0-4 не в так приседать начинает. Тысячу раз пересматривать будет больно. Так, они приседают. Причём Виси Рэп написал. Ну, это, соответственно, блядь, грибы. Так они не сдохли. Они распались. Серьёзно? По-моему, да, нет? Ну, блин, я не помню там Рыжего в грибах. Я был сам в грибах, когда смотрел. Бесит мудак слева в центре. Много мудаков знаешь? Ну, да. Ну, вот ты снимался там? Просто очень похоже по комменту. Слушай, ну я всегда в такт приседаю. А мы последний возьмём. Давай. Эх, хороший коллектив. Да, это грибы. Надо песню говорить. Ну, тает лёд тогда. Ну, правильно. Я до сих пор считаю, что это Линкен Парк. Нет, это... Всё, чё, мёд? Уже боишься, сука? 9 из 9, они всё угадали? Да там легко. Да, я согласен. Артист номер два. Я так за неё переживаю. Они хоть поженились, а? Пока в голове у меня только звери. Он там постоянно с тёлочками тусит. А в конце непонятно, они вместе или нет. Да, идём дальше. Давай, мужик. Вот она, русская женщина. До последнего борится. Даша Давидова, иди в школу. А может быть Давыдова? Может быть, да. Изучай спряжение глаголов. Бороться. Первое спряжение. Борится. Борится? Ну, за него, за мужика, видимо. Либо это борцуха с ума. А она там такая... И отгрызает ухо. А может быть, это... Топольницкая, которая колготки надевает в экспонате. А первый комент какой был? Они хоть поженились. А-а-а-а, ты какая... Я просто думаю, что зверей они бы вряд ли взяли, потому что звери слишком старые, многое не помнят. Особенно аудитория канала Жиза точно не помнят. А-а-а, ты видел создателей канала Жиза? Конечно. Вот такие очень. Это Господь Бог. Ну, давай проверим. Ну, давай проверим. Я думаю, что ты прав. Как меня заебала эта песня. Хлебушек. Мне интересно до конца все-таки дойти. Клип очень жизненный. Невероятно отражает современный социум в стремлении жить по-богатому. Все прям узнала в клипе себя перед днями. Свиданий! Это! Говори! Ты! Э-э-э, экспонат Ленинград. Пум! Че мед, а? Медишка! Артист номер три. Клип. Где вещи дороже, чем сам клип? Пока только Киркорове номер. Я думаю, всегда Киркорове, поэтому мне сейчас ничего не поменялось. Поэтому давай дальше. Саню забирают в армию. Пока это очень большое ощущение, что хлеб. Давай посмотрим дальше. Для тех комментаторов, кто не понял, Денис умеет петь. Просто это шутка, Степ, чисто за приколу. О! Это Stone Island. Курточка Stone Island. Она так недоступна! О, да! Ну, эта жопа разжигает страсть! Блин, ну это ты там пел. Я дублер Дениски. Давай просто, мне нравится читать комменты. А это опять тот же чувак. В конце просто убило. Думал, они до рекламы этого говна скатились. А, там в конце, не помнишь? Нет. Что типа, я делаю ставки. Где? Пизде. И последний, давай я прочитаю. И угадаешь ты. Получится? Я никогда не видел такого охренительного клипа у Филиппа Киркорова. Блядь. Походу, это все-таки... Вот здесь меня сбило, конечно. Подожди, я дай почитаюсь. Ну-ка. Кузьма хорошо сыграл курточку. Где ты видел Киркорова? Да? Ты читал между строк и у тебя получилось. Это группа хлеб и курточка Stone Island. Фига ты нам. Это показываешь ты, что мы с медом будем делать суперфинали! На канале Жиза! Пашка сваляла? Да. Да, бывает. Друзья, мы начинаем блок номер два. Угадай блогера. Блогер номер один. Пздец. Все, что я делаю утром, это просыпаюсь. Я прям стал уважать женщин. Хотя нет, я все же не понимаю, нахера столько усилий. Ну, видимо, это какой-то бьюти-блог, типа Кати Клэп. И она что-то жесткое делает с утра. Ну, типа там, я не знаю, руки себе отрезает, потом пришивает нитками. Следующий коммент. Вся розовая. Ну что, Клэп? Ну, пока идет к этому, хотя... Ну, что следующий коммент? Вся черная. Хотя есть еще розовая Любарская. Поэтому я впервые. Маникюр классный. Но это, скорее всего, не мужик. Дождались! Лично я всеми лапами за рум-тур. И да, научи нас худеть. Очень хочется видео о твоих успехах в этом нелегком деле. Это не Любарская. Последний коммент. Последний у нас уже? Вроде да. Ну, а что там? Ты похожа на Кристину из Универа. Кристина из Универа. А, ты самбурская, да, Кристина? Клэп, похоже, на Сумбурскую. Катя Клэп. Наш ответ. Катя Клэп. Походу, нет. Подожди. Да! Да! Так, второй блогер. Боже! Почему он винит и из порции игроков? Пускай научатся играть сначала. Это фифер. На канале Жиза рыгают? Так, и из порции игроков. Пускай научатся играть сначала. Даня Туранов. Наречие сначала пишется с буквой А на конце. Федя Маслов, ты знаешь, что можно полностью сбривать голову, чтобы не полили, что у тебя редкие волосы? У меня очень редкие волосы, таких волос больше нигде нет. Согласен. Ты заслужил победу, ты лучше него, а он дно. Ты тащер и не ссы, все будет путем. Он хач-трюкач, монобровка. Он, ему просто везет и все. Это кто-то проиграл кому-то в фифе. Условно, там, кефир акулу проиграл, например. Нет, подожди, какому-то кавказскому парню, видимо. Почему? Потому что хач-трюкач, монобровка. Хач-трюкач это кто? Иванион? Не знаю. Ох уж эти времена, когда акула играл классно, а не то, как сейчас проигрывает панди с арабами. Но это кефир против акула. А подожди. Это кефир просрал акулу. Кефир играл с акулом. Мы должны угадать кефира. Пойдем дальше. Последний. Лучший вагер в истории. Что значит вагер? Это битва фиферов. Ну, матч. Лучший матч в истории. Я знал. Так. Ну, я уверен, что это кефир. Ну, давай, давай. Будет клево, что ты угадал. Ну, я думаю, мы угадываем. Это кефир. Блогер номер три, друзья. Мы спорим на 50 евро, что сейчас ты будешь. Спорим на 100. На 100 евро. Да! Обожаю спорить на 100 евро. Ты говоришь, что не ты. Все, разбиваем. На 100 евро. На 100 евро. Лучше оригинала. Подожди, куда ты? Лайк, конечно, но вот про мать не стоило что-либо говорить. Тут ты идиот. Были все такие комменты? Про мамку? Нет, вот такие комменты. Ты же, по-моему, все свои комменты учишь наизусть. Давай дальше. Давай. Настолько похоже, что я вначале подумал, что голос вставлен из выпусков. Ну, в общем, это уже не ты. Я проиграл 100 евро. Да! Танюха будет спокойно. Охренительно. Я просто пришел на съемки и заработал 100 евро. Так, настолько похоже, что вначале я подумал, что голос вставлен из выпусков. Ну, пока очень тяжело. Может, какой-нибудь Кузьма, я хрен его знаю. Ну, давай еще. Это пародия, видимо. Ну, да. Братан, посмотри пародию на твою пародию. Ну, ладно, последний. Надо угадывать. Нахрен он телефон так делает. Сатир, значит. Да, получается сатир. Сатир, пародия. Только он делал нормально на Дудя? Ну, самую известную пародию он делал, да? Давай вспомним все комменты. Лучше оригинала. Ну, скорее Хованский бы про мать сказал. Он был Дудем, он закатывал так глаза и постоянно держал телефон. Ну, блин, тогда Хованский получается. Ну, понятно, кто-то... Ну, Хованский гораздо популярнее, чем сатир, ты к этому. Нет, просто как сатира спародировать? Просто сатир, как персонаж, как личность, он недостаточно известный. Он просто всегда выходит... Я тоже думаю, что они бы не стали делать сатиры, потому что, блядь, я даже не помню, как его зовут. А тут Хован и сатир как раз делал пародию на Хована. Да? Да? Это Юрий Хованский. Скажи голосом Хованского сейчас. Ну что, дамы и господа, это Юрий Хованский, и вы должны, суки, аплодировать. Я аплодирую, Антофе! Мы правы! Окончательный ответ. Окончательный ответ. Юрий Хованский. Вы убили. Блядь, нет! Это Юрий Хованский. Это неправильно. Это сатир. Так, влог номер три, мемы из прошлого. Мем номер один. Кстати, он норм двигается, учитывая то время. У меня пока в голове чувак, который эволюцию танца делал, помнишь? Нет? Все правильно. Заслуженный ветерант Ютьюба. Как? Ветерант? Ветерант. Так, ветеран Ютьюба, который хорошо двигается, учитывая то время. А, подожди, ветеран, который хорошо двигается, это вообще странная история. Идем дальше. Он просто не понял, что за направление, и таким образом вышел из неловкой ситуации. Он? Что за направление? Какое? В музыке. Какое вам в музыке направление нравится? И он такой. Плохая ему му... Очень плохая музыка. Да, очень плохая музыка. Да. Ну пусть тогда Кобзона слушает Дурило. Дурило. Правильно написано. Это одноклассник той девочки, которая написала сначала. Народ, кто в курсе, как называется это? Короче, это очень плохая музыка. Мем номер два, друзья. После Кумыса. Ты что, уже знаешь? Ну это казахи какие-то, точно. Ну это, то есть, Кумыса самого там нет ничего. Это реально просто вот какой-то мем с казахом. Ну, с азиатом, хорошо. Азиат, который упал. Что-нибудь было такое? Да. Ну типа он бухой какой-то. Не обязательно бухой. Ну упал, хорошо. Либо какую-нибудь хрень сказал. Ну это известный был какой-нибудь мем. Ну да. Абсолютно. Совершенно. Рей Чарльз? Точно. Отвечали? Вот именно тогда, когда он представился. Всем привет. Я Рей Чарльз, он не таки, да, он после Кумыса. Ну что, нам остается идти дальше? После Кумыса, ну да. Ну а какие шансы? Никаких. Слушаю 2018 уже 658 раз. Офигенно. Раньше 2011 он смотрел на Nokia кнопочном. Эх, были времена. Старый мем. Слушает причем. Ну там важно не какое-то действие азиата, а то, что он сказал. Может быть, блин. Слушай, у меня пока единственный китаец в голове, который... Вам было страшно? А нет, тебе было страшно? И он сказал, я обосрал. Испугались? Обосрал. После Кумыса обосрал, логично. Типа испугался, и он такой стоит, обосрался. После Кумыса, я же говорю, логично. Ну да. Охренен. Спел. Чувак реально тащит. Слава богу. Сахароза, ноу-шукар. Охрененно спел, чувак реально тащит. После Кумыса. Старый мем. Может быть, казах убил лошадь и тащит пополю? Спаси, что... Ага. Реально, реально тащит. Понимаешь, это не реально тащит, а реально тащит человек. Действительно, да, я понял, тащит. Ну что, дальше смотрим. Шо? Шо? Круто валит чел, с ритмом все ок. Танцующий китайоза. Танцующий китайоза, который был в 2011 году. Фы-фы-фы-фы-фы-стайла. Я не знаю, это круто. Я тоже. Подожди. Подожди. Фы-фы-фы-фы-стайла. Ну слушай. Ну это мем, короче. Я вспомнил. Все, все, все. Это где чувак? Фы-фы-фы-стайла. Оно, да? Да, ракамакофо. Вот этот вот. Да? Хорошо, если не знаете, вспомните хотя бы, если говорите, что знаете, где это было-то. Это было там... Хитрый гад! Там, короче, очень много было воздуха. Ну что, мы не знаем этот мем? Фы-фы-фы-фы-стайла. Я максимально серьезно въебалом попробовал впарить, что я понял, что это. Вот они нам сказали, скажите, где это было. Мы считаем, что это мем фы-фы-фы-фы-фы-фы-фы-стайло и все происходит в школе. Это ваше окончательное? Да! Неправильно. Это было на передаче «Народный артист Казахстана». Мем номер три. Блядь, я тебе еще и 100 евро проебал. Какая-то жеза херовая. Честнота. Десять лет прошло. Кто слил видос? Были все свои. Может, это... Медведев танцующий? Как раз Медведев в 2008 был президентом. Что бы там ни говорили, но Харьков стал лучше. Блядь. Харьков? А-а-а! Десять лет... Это, блядь, этот... Мэр, который записывает речь свою. Миша, давай по-новой. Все хуйня. Да-да-да-да-да. Это мэр Харькова. Миша, все хуйня, давай по-новой. Все, лайки балалайки, подписка на канал, на жезу, на мочи анализ, на мочи анализ в конце концов. Это манту. На канал не чай. В общем, везде ходите. Не уходите из ютуба. Набирайте просмотры каждым блогерам. Убивайте свою жизнь в интернете. Пока!